Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Вы смотрите 11 выпуск реалити-шоу. Да, вот уже на протяжении 11 недель команды ведут борьбу за главный приз в 1 миллион рублей. Страсти становится все жарче, накал страстей достиг своего предела. Одна ошибка, одно невыполненное задание могут повлиять на исход реалити-шоу. Кто получит главный приз нашего шоу? Какая команда поднимет над головой заветный кубок «Фабрики предпринимательства» – узнаем совсем скоро. Ну а пока, прежде чем начать заново обзор прошедшей недели, я расскажу, с чего начиналось реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Из 859 человек, пришедших на отборочные туры реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», осталось 135 человек, которые образовали 27 команд. Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось 10 команд по 5 человек в каждой. Именно 10 команд вступили в борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Команды обрели своих наставников, а наставники – свои команды. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рестконсул» продолжила борьбу за главный приз. Одним из главных событий в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» был уход одного из наставников. Из-за споров между наставниками и экспертами Артем Захаров покинул зал. Было под вопросом дальнейшее участие его на «Фабрике предпринимательства» как в качестве наставника команды «Шарк», так и члена жюри. Но через неделю Артем Захаров в прекрасном расположении духа пришел на «Фабрику предпринимательства» и продолжил свою работу. Команда «Файф Энерджи» наставника Марата Бугаудинова в течение 9 недель была лидером реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Казалось, что вопрос о победителе уже решен. А нет, команда не выполнила домашнее задание и была жестко, но справедливо наказана. Команда «Амби-центр» Айдара Исмогилова вновь поменяла свою нишу. Теперь «Амби-центр» успешно занимается бизнесом в области косметологии. И у этой команды есть все шансы стать лидером и даже победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Вот так-то, дорогие друзья, все это было в прошлых программах «Реалити-шоу». Ну а мы продолжаем. Забегая вперед, хотелось бы сказать, дорогие телезрители, что сегодня в программе вы увидите не только много интересного, но и, внимание, еще и очень неожиданный поворот на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Готовы? Давайте смотреть! Домашнее задание Мы расскажем самые интересные презентации команд. Команда «Лидер Амби-центр» наставника Айдара Исмогилова первая начинает отчет-презентацию домашнего задания. А для начала давайте посмотрим видео-визитка от команды «Амби-центр». Привет! Мы выпускники реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Наша команда – Эльмира, Рустам, Лиля, Марат и Ралина. Придя на проект, мы были ребятами с множеством различных идей и компетенций. У каждого из нас раньше был свой бизнес, но мы не смогли их масштабировать. Одну за другой мы начали перебирать свои идеи. Нас кидало из стороны в сторону – от мойки окон до организации свиданий. Но эти идеи не приносили результата. И именно в этот момент наши наставники были с нами. Они объяснили нам, что идея должна нас зажигать, и в этой сфере обязательно должны быть компетенции. И мы занялись косметологией. В этой нише у нас был собственный опыт работы, и это действительно приносило нам радость. А также первые успехи на проекте. Поначалу мы сами занимались оказанием услуг, а сейчас у нас есть штат высококвалифицированных специалистов. Теперь мы планируем организовать передвижной центр эстетической красоты с использованием новых уникальных технологий. На сегодняшний день, благодаря проекту и нашим наставникам, мы открыли свой собственный бизнес. И поняли, что только идея, которая по-настоящему зажигает, может сплотить команду и привести ее к успеху. По финансам здесь все написано, да, недельная выручка, чистая прибыль, прибыль, затраты. Давайте мы ее озвучим. Все-таки это важный показатель. 64 250 рублей составила выручка. Чистая прибыль, внимание, 35 987 рублей. И это лучший показатель практически по чистой выручке, не считая, если у нас есть одна команда, которая обошла вас по этому показателю. У вас второе место по чистой выручке. Итог, результат. 396 830 рублей. Это ваша выручка за участие в проекте. 95 692 рубля. Вот такой результат у команды Абитцентр. Это косметология в данном случае, вот то, что у нас пока идет. Был один заказ, вернее, звонок по поводу окон, но уже как-то так, то есть, там уже даже рассматривать уже смешно. Объемы маленькие. Цена привлеченного клиента, ну, в данном случае срабатывала с Рафаной радио очень хорошо, да, то есть мы даже не ожидали, что так настолько будет, да. Конверсия 16 клиентов записались на прием, 11 из них уже пришли, 5 человек еще придут. Трое из них, это те, которые были с прошлой недели и на этой неделе, и они сразу же заказали, ну, вот на троих, получается, 7 видов услуг, то есть не по одной услуге сразу же. Всего было для 11 человек оказано 13 видов услуг. Следующий. Бизнес-процесс. Время, затраченное на прием, на 11 человек, составило 8 часов 30 минут. Средним на одного человека составило 45 минут на прием. Персонал. Численность сотрудников пока у нас, вот сколько нас есть, 5 человек. Врач-косметолог, помощник врача-косметолога-эстетист, менеджер-маркетолог, бухгалтер, IT-менеджер. Совокупная выработка 7560 рублей в час, выработка на каждого сотрудника 1512 рублей в час, трудоемкость каждого сотрудника в среднем 45 минут для получения среднего чека. Хотим сотрудничать вот с той организацией, где мы арендуем, то есть совместную программу хотим сделать, подготовь невесту к свадьбе. Там уже и наши встречи, романтические свидания тоже, получается, заинтересованность у них появилась. То есть у нас вплетается и тот, и другой бизнес вместе. По окладам, то есть в зависимости от уровня специалиста, то есть у них будет разный вид окладов. Победит сильнейший, осталось недолго. Вот наша команда все сделает, чтобы вы все проиграли. Всем большое спасибо. Как у вас продвигаются другие услуги, кроме косметологии? Ну, про окна мы уже сказали, а про свидания, вот как раз то, что мы хотим совместно запустить рекламу с той организацией, где мы будем, ну, снимаем помещение. Они хотят свои виды услуг, мы свои виды услуг. Они у нас не одного вида, да, но они смежные. И плюс еще, ну, это акция «Подготовь невесту к свадьбе», и плюс романтическое предложение, либо это на воздушном шаре, либо на крыше. То есть это все у нас будет включено. То есть пока вот со следующей недели мы будем прорабатывать этот вот пакет, разные пакеты услуг. А если все-таки вот от всего того, чего мы вас отговариваем уже на протяжении всего проекта, отказаться и сконцентрироваться сейчас на новом вашем направлении, который вам реально приносит деньги, вы не думали, какие еще услуги вы могли бы его включить? Вот, например, Артем бы хорошую идею искал. Если будут ваши коллеги делать массаж, который здесь написан, то вы можете выработку увеличить в час. У нас как раз стоит там дальше написано «обучение персонала». Это быстро… Мы ставим вопрос так, что предоставляю услугу качественно. Если качественную услугу предоставлять не может, то репутация наша будет подорвана в самом начале. Поэтому обучение, оно занимает, понятно, стажировку, это, ну, хотя бы недели-две. Какова стоимость вашей аренды? Пока эту две недели мы работаем на суточное, посуточное снимаем, то есть нам так удобно будет по финансам. И дальше мы уже будем арендовать полностью в месяц один кабинет в режиме 2 через 2 8 тысяч рублей. То есть при расчете чистой прибыли этот расход, он учитан, правильно? Будет учитан, да. А сейчас он учитан? Сейчас мы еще не принимаем еще. Сейчас они на дому. Все эти услуги, которые мы выручили, они показали на дому, поэтому затраты там по аренде помещения 0 рублей. Наконец-то определились с нишей и что глаза горят. И я вот желаю, чтобы вот этот, так скажем, этот задор, который вас движет и ведет к вашей цели, он был с вами до конца. Давайте перейдем к оценке, давайте поблагодарим команду Абитцентр за выступление. Напоминаю, команда занимает по чистой выручке пока третье место. И как сказал наставник, соберитесь, скоро всех порвем. Но традиционно списывали оценки 5-5-5-5-5-5-5, все 5 баллов. Чистая пятерка. Браво. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Мы команда 4 плюс 1. Мы железно победим. Пока кредитовская задолженность у нас нет, но мы понимаем, чтобы расширяться, чтобы было больше бизнесов у нас, мы обязательно в скором времени в какие-то кредиты залезем. Далее это средний чек, то есть сейчас мы уже на своем этапе бизнеса понимаем, что у нас есть разные объекты и за небольшой чек мы уже стараемся поднимать его. Бизнес-процесс это сроки исполнения заказа, что немаловажно опять же, и реклама акций, и отзывы также. Персонал это текучка бригад и повышение квалификации. Далее отчет по заданию мотивации. Вот также мы написали критерии, которые мы считаем важными. Сделенная зарплата это также для бригад очень важно, то есть они постараются больше объем выполнить за малый промежуток времени. Выплаты постоянно бригад, то есть у нас происходит постоянная текучка бригад, и мы стараемся постоянным бригадам делать какие-то надбавки. Социальные это соцпакет, то есть когда мы будем нанимать на работу, это будет тоже немаловажно. И статус работников, то есть там бригадир, подсобник и так далее. А психологически это когда хорошо хвалим, когда плохо различные выговоры и штрафы. Отчет по нашей выручке. Всего было два объекта, то есть по первой у нас 35 тысяч это оборот, 10 тысяч чистая прибыль. По второму 30 тысяч оборот и 8 тысяч чистая прибыль. А всего получается 65 и чистая прибыль 18 тысяч рублей с двух объектов. К слову сказать, что ребята являются лидерами по итоговой выручке и лидером нашего замечательного реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». По чистой прибыли они занимают пока первое место с результатом 162 тысячи 400 рублей. Давайте поаплодируем. На самом деле, ребята, молодцы. Ну, не расслабляйтесь, не отвлекайтесь. Вот точите свое дело, и тогда у вас будет безусловный успех. Просто иначе ваша бизнес-деятельность превратится в американские горки. Вот и все. Хорошо. Назовите мне два показателя, которые бы позволили, по-вашему, быстро измерять вот такое понятие, как качество. Ну, во-первых, опыт работы самих исполнителей. А во-вторых, это скорее четкий контроль над объектом, то есть контроль качества исполнения. Какой-нибудь измеримый показатель? Что-нибудь? Ну, гарантия. Гарантия на заборы. То есть мы учитываем то, что мы делаем заборы по гарантии. Я бы прошу выставить оценки ребятам по итогам услышанной презентации и по итогам их работы, как вы оцениваете их работу по итогам недели. Напоминаю, что ребята являются лидером нашего замечательного реалити-шоу. Итак, оценки 5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Мы коллектив начинающих предпринимателей КНП. Время, деньги. Это единственная команда, у которой даже нет нуля, у них жесткий минус. Минус 5050 рублей. Вот так вот. С таким результатом они подошли к 11 неделе. Все никак выстреливают, выстреливают. Все не могут выстрелить. Сразу хотелось бы поблагодарить ребят, которые пришли на наш тест-драйв. Мы провели в четверг тестовое открытие кафе для того, чтобы понять, где у нас пробелы, где у нас проскоки. И оказалось то, что их есть и их достаточно. То есть ребята дали нам качественную обратную связь. И сейчас мы практически уже довели кафе до постоянного открытия. То есть со следующей недели кафешка начинает функционировать каждый день. И мы приглашаем всех уже постоянно играть, кушать. Почему у нас нет выручки? Потому что бизнес-модель была основана на именно нашей собственной еде, нашей собственной продукции. Но Айдар Нафисович сам увидел, что невозможно там этого реализовать. Поэтому мы сели заново за проработку бизнес-концепции, бизнес-модели. Пересмотрели возможные форматы кафешек, которые функционируют в Европе, в Соединенных Штатах. Скорее всего, мы сейчас, естественно, как договорились, берем меню декиторий. Это уже однозначно. И переформатируемся либо в антикафе, либо в какую-то новую фишку, из чего мы будем вытаскивать деньги. Самое лучшее то, что сейчас уже кафе оборудовано. Ребята видели, ребята смотрели фабрику предпринимательства все вместе. 42 человека нас посетило. Игры есть, настольные игры есть, телевизор есть. Почему минус? Потому что потратили на расходы, на проектор, на кронштейны, на экраны и на проведение интернета, естественно, свои средства. По мотивации, как раз, как мы планируем мотивировать сотрудников. Материальные, это, естественно, с заработной платой. То есть даже мы, раз мы кафе, мы можем как-то кормить своих сотрудников и премировать. Вот. По социальной составляющей. То есть ребята тоже могут сами реализовывать какие-то свои проекты, проводить турниры там или еще что-то. То есть, пожалуйста, площадка рабочая для всех. Вы, оказывается, тоже за аренду не платите, да? У вас отличное арендованное помещение прямо в центре города. И не пользоваться этим моментом, мне кажется, из него можно было уже вытрясти какую-нибудь денежку-то. Вытряси. Пересдайте его в аренду, что ли, я не знаю. Откройте массажный салон. Кстати, массажникам можно было реально сдать его в аренду, массажникам. И вообще ничего не делать, сидеть, получать спокойные деньги. Я поздравляю, во-первых, команду с тем, что этот проект появился. Прошла ее презентация. Действительно, с точки зрения результата проекта «Фабрика и предпринимательство», это локализация мирового концепта. Я повторюсь, минуя Москву, сразу же у нас в Казани. У вас просто фондируемая статья расходов. Ту, за которую вы не платите. То есть ваша чистая маржа поддерживается искусственно. То есть вы, как команда, работаете на допинге. Я хочу, чтобы вы это понимали. Однозначно нужно делать вход платный. Пусть это будет незначительная какая-то плата, но у вас, у самих расходы 15 тысяч. Давайте поблагодарим команду за выступление и прошу наставников поставить заветные циферки для того, чтобы мы вывели среднюю оценочку. 4, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4. Спасибо большое. Спасибо. Коллектив начинающих предпринимателей. Что дальше? А дальше обещанный сюрприз от рулевого реалити-шоу Айдара Булатова. В конце прошлой передачи Айдар Булатов сообщил нам одну новость, которая не осталась незамеченной. Ввиду интригу для наших телезрителей, мы обещали, что команда с дистанционного курса, которая не прошла отбор в основной курс, лучшая из этих команд, она на финише выйдет в борьбу с основными командами. Так вот, могу сказать, что там есть достойные команды, которые могут побороться и за лидерство в проекте. Айдар Булатов сдержал свое слово. И это команда «Восходящая пятерка». Она уже была замечена на одной из программ и вела, как говорится, разведку боем. А теперь они пришли озвучить свою бизнес-нишу и количество денег на счету. Ну что ж, давайте смотреть. Здравствуйте, наставники. Привет, участники. Мы команда «Восходящая пятерка». Все это время мы были, наверное, аутсайдерами. Я не знаю, как это называется. Восходили, да. Команда называется «Восходящая пятерка». Мы занимаемся девелоперством в строительстве. То есть, можно сказать, сейчас строительная компания. В течение первых пяти-шести недель у нас были нулевые результаты. То есть, мы делали рекламу, слили же в течение первого месяца бюджет, который у нас был 80 тысяч рублей. И то деньги были наши. Нашли инвестора. Этот человек поверил просто в нас и вот вложился. Мы эти деньги вбухали. Наши наставники спрашивали, как зовут инвестора. Познакомьте нас. Мы тоже хотим, чтобы он нам помогал. Вот изначально все наставники, нас двое. Айдар Булатов, мы считаем, наставник своим. И Артура, компания «Лидель». Нас ругали, то что у нас нет ни компетенции, а нулевая. То есть, нет знаний в этой нише вообще никакой буквально. Вот. И несмотря на это, на данный момент, вот последние три недели, наверное, у нас есть пять продаж. Это мы строим дома, бани. Дачные? Дачи, да. Ни одного дома еще не взяли, только дачный домик и бани. 156 тысяч рублей – это ваша прибыль или выручка? Это чистая прибыль. Это чистая прибыль. А сколько стоил проект, и можете ли вы его показать? Нет, мы не расписали, я могу вслух только сказать сумму. Скажите, пожалуйста. Первый объект был на 110 тысяч рублей, второй на 243 тысячи, третий на 180, четвертый на 488 тысяч, и пятый на 198 тысяч. То есть, вот эти проекты дали вам чистую прибыль, 156 рублей. 156 тысяч рублей. Давайте поаплодируем, друзья, если бы восходящая пятерка была в премьер-лиге, это был бы нашим лидером. Вот так вот. Действительно, мы заложили бомбу замедленного действия, когда объявили оставшимся командам за бортом, что у них есть шанс продолжить борьбу и в финале присоединиться ко всем командам за борьбу за главный приз. Тогда мы еще не знали, какую свиню мы всем подложили. И до прошлой недели я был достаточно спокоен, потому что, курируя дистанционный курс, я видел, как люди переминаются с ноги на ногу, значит, и в целом-то никого, ничего особо не получалось. Мы первым вагоном взяли команду «Ресконсул», но они тоже как бы не смогли оказать пока оставшимся командам серьезного сопротивления. И восходящая пятерка тогда нашими наставниками была выбрана, не была выбрана, как команда, достойная для входа в высшую лигу. А на прошлой неделе, когда уже оставалось два занятия, приходит команда «Восходящая пятерка» и говорит, вот вы нам говорили этим не заниматься, что это дохлая лошадь. Она оказалась не дохлая. Они за неделю заключили сразу же три контракта, и реально я смотрел по цифрам и понимал, что они опережают всех наших участников по чистой прибыли. Наша гонка только еще начинается, друзья. Я так понимаю, не все рады видеть «Восходящую пятерку». Никто не хлопает, да? Давайте поаплодируем, друзья, 156 тысяч. Бизнес – это такая не очень яркая штука. То есть просто ребята делали дело, и ребята добились результата. А вот там один из самых ярких наших участников, который всех веселит, да, там он пока там в последнем вагоне едет, да. Поэтому, ребята, молодцы. Главное, не теряйте фокусировки. Вы там сами знаете, что вам надо. Только, конечно, пока, ну, как-то в обществе там людей, которые зарабатывают, там, когда вам говорят, там, чем вы занимаетесь, вот это грозное слово «development», наверное, использовать не стоит. Я хотел бы сказать в общем, что до 14 часов 40 минут сегодняшнего дня все шло по плану. Были лидеры понятные. Были аутсайдеры. Были аутсайдеры, были будущие победители, все ясно. Но с появлением «Восходящей пятерки» мы, проект «Фабрику предпринимательства», доказывает, да, свое не только право на существование, но абсолютно свою актуальность и полное соответствие настоящему бизнесу. Вот как раз появление лидера из ниоткуда, когда ты сидишь и уже готовишься и складываешь тапочки на пляж, тут приходит человек в тапочках, уже в тапочках приходит и говорит, что свои тапочки ты можешь выкладывать, снова одевать сапоги или боты, как в моем случае, и пошел, как говорится, работать. Это зеленые тапочки. Это зеленые тапочки лидера. Ребята, молодцы. Вы знаете, скромность украшает, и есть такая пословица, что деньги любят тишину. На самом деле надо тихо-тихо делать деньги. Ну что, друзья, прошу оценить темную лошадку, которая вот так вот неожиданно вскакнула и сразу на первое место. Артем, два раза за 5 с плюсом. Все жюри 5 баллов, 5 с плюсом лично от Артема Захарова. Лидер нашего замечательного реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» с потрясающим результатом 156 тысяч рублей. Ну что, работать надо, работать. Спасибо огромное, спасибо. Ну и ну, вот она, настоящая темная лошадка «Реалити-шоу Фабрика предпринимательства». На сегодняшний день в копилке команды «Восходящая пятерка» наибольшее количество денег на счету. Обратите внимание на лица команд, но и на лица наставников. Это шок, дорогие друзья. Это шок. У нас новый лидер. Догонят ли команды «Восходящую пятерку»? Теперь это жирный вопрос висит над командами, как «Дамоклов меч». И команда «Восходящая пятерка» по праву получает переходящий кубок и плюс 20 тысяч рублей в свою копилку. Справедливости ради хочется отметить, что еще две команды, которые также получают по 20 тысяч рублей за прекрасную домашнюю работу и хорошие показатели на неделе. Это команда «Абицентр» и команда «Олэнолл». Да, но я думаю, команды не сдадутся. Так просто отдать главный приз «Реалити-шоу» в 1 миллион рублей команде из низшего дивизиона? У нас еще есть неделя, и мы узнаем, дорогие друзья, кто же станет победителем и получит главный приз «Фабрики предпринимательства» – 1 миллион рублей. «Реалити-шоу «Фабрика предпринимательства»» продолжается, и наставники задали командам новое домашнее задание. Дать свое понимание бизнес-процесса из пяти слов. Прочитать главу поэмы «Мертвые души», описывающую встречу Чичикова с полковником Кашкаревым. По традиции, выполненное задание необходимо вложить в презентацию. Хочешь тоже стать участником следующего потока «Фабрики предпринимательства»? Оставь заявку на участие на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok